Здравствуйте, я Алексей Дермонт, и мы поговорим о смыслах, происходящего с нами и вокруг нас. В польской прессе появилась публикация о том, что режим в Варшаве подготовил план об аннексии части территории Украины. Это должно произойти весной следующего года и, по мнению журналистов, предусматривает контроль над значительной частью территории Украины. Из того, что я знаю и понимаю в польше и польской политике, подобное развитие событий можно прогнозировать с высокой степенью вероятности. В Польше считают, что сейчас на Украине им выпал уникальный исторический шанс возродить Речь Посполитую в новой форме. Причем речь идет не только о нескольких западных областях Украины. У поляков следующие приоритеты. Выход к Черноморским портам, Одессе и Николаеву. Контроль над Ровенской и Хмельницкой атомными станциями. Контроль над плодородными черноземами Хмельницкой и Винницкой области. Не стоит их недооценивать и думать, что полякам нужен только Львов. Польские аппетиты гораздо более масштабные, и это нужно обязательно принимать во внимание. Единственное, что их может остановить, это мощные и решительные удары российской армии. Сразу же после того, как польские ЧВК или войска начнут массово входить на Украину. И это не просто какие-то домыслы. Вторую неделю польские СМИ бурлят от сообщения о призыве на военные сборы. Повестки разосланы 250 тысячам граждан Польши. Все это очень похоже на массовую мобилизацию. Повестки направлены всем мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет. Их получают даже те, кто никогда не служил, и чьи отношения с армией ограничивались лишь прохождением обязательной комиссии. Наш президент Александр Лукашенко не раз обращал внимание на хищнические замыслы польских элит. Они спят и видят, чтобы вернуть в восточные окраины. Хотят начать с западной Украины, а потом возьмутся за Беларусь. Подобное уже было в истории 80 лет назад, когда Польша вместе с нацистской Германией участвовала в разделе Чехословакии. То есть опыт у них есть. А сегодня уже и на нас смотрят через прицел. Им нужна уже вся Беларусь, а не только Восточная Крессия. И почти все близкие по мировоззрению к правящему в Варшаве режиму эксперты и аналитики в Польше говорят о том, что Беларусь в их планах занимает ключевое положение. Им здесь нужен насильственный переворот. Например, директор основной польской фабрики мысли по международным делам Центра восточных исследований Осьродка Студио Всходних Войцех Канончук открытым текстом говорит, что несколько сотен боевиков, получивших опыт на Украине, могли бы стать катализатором смены власти в Беларуси, придав этому процессу насильственный и агрессивный характер. То, чего не хватило им в 2020 году. Очевидно, что это уже никакая не аналитика и тем более не дипломатия. Это вмешательство в наши внутренние дела и самый настоящий экстремизм. Польские элиты мечтают о том, чтобы вновь подчинить белорусов и украинцев, а Россию выдавить в Сибирь. Они думают, что хозяева англосаксы дают им право управлять колониями на востоке, вновь делают их панами над холопами. А для британцев с американцами кинуть в топку войны, вдобавок к трём десяткам миллионов украинцев, ещё и 38 миллионов поляков, это очень хорошая возможность перемалывать славян и дальше. Как нам ко всему этому относиться? Остаётся только одно. Быть сильными и защищать наше общее пространство вместе с Россией. За вугом должны понимать, что любое агрессивное движение в нашу сторону встретит мощный и незамедлительный ответ. Именно поэтому президенты Белоруссии и России так часто встречаются и обсуждают вопросы безопасности. Мы должны постоянно держать руку на пульсе и реагировать на то, что происходит на наших западных рубежах. Ну а теперешние кровожадные элиты в Польше не вечные. Уверен, они доведут свою страну до ручки, их сметёт ветер истории. Ну а мы вернёмся к нормальным и добрососедским отношениям. Редактор субтитров А.Семкин